Легенда советского и российского цирка бесстрашная и грациозная. С самого детства она ходит по канату и даже после длительного перерыва из-за горьких событий в ее жизни она смогла вновь вернуться на манеж. Эксклюзивное интервью звездой мирового цирка, королевой каната, заслуженной артисткой России Фатимой Гаджикурбановой. Мы очень рады приветствовать вас в Донецке. Я вам скажу точно, что наш зритель действительно очень-очень ждал ваш номер. Вы не первый раз у нас в городе? Нет, но я была очень давно. Я работала здесь еще маленькой, с папой, потому как мой папа цирковой артист. У нас семь сестер, которые работали вместе на канате с папой. Но в последний раз я была здесь в 1975 году. Это так давно. Мне хотелось сюда приехать очень, потому что у меня были самые теплые воспоминания. И, конечно, когда Юрий Николаевич, директор, нас пригласил, я прям с нетерпением ждала, когда я приеду. Мне очень хотелось. Я приехала с огромным удовольствием, от чистого сердца. И вот первые наши выступления, ну я в восторге. Публика такая благодарная, когда могут тебя оценить полностью. Твой номер, твои трюки. И такой восторг. Конечно, эмоции очень сильные. Эмоции у меня. Я с таким удовольствием работала. Одно представление. И, конечно, было сильное волнение. Потому как большая ответственность. Вы с самого детства на арене цирка страха его уже практически нет. То есть, когда это ты привыкаешь к этому в детстве, он когда первый раз выходишь. Нет, нет. Вы знаете, есть волнение. Каждый раз в каждом городе присутствует сильное волнение. Ну, за успех номера, за исполнение работы, за исполнение трюка. Ну, ответственность большая перед публикой. Ответственность у меня за партнеров моих, которые со мной работают. Но страх во время представления, страха вот у меня лично никакого нет. Потому как я слышу овацию, я вижу всех зрителей, как бы, все равно я их вижу. Хотя я смотрю в точку по канату, в конец каната. Я вижу публику, я их чувствую. Я... У нас такой контакт тесный с публикой. И, понимаете, здесь не думаешь ни о чем, а только хочется доставить удовольствие. И хочется сделать все на высшем уровне. Вот в репетиции у меня мысли, да, когда ты залезаешь туда под самый, почти вверх, где-то метров на 15 высоты, и меня берет мой партнер на лоб, ставит шест, и я там стою. Да, но не то, что страх. Какое-то, может быть, даже, знаете, вот неприятное ощущение такое, что вот думаешь, как сейчас завалит трюк. И вот это, на этой лонже, когда летаешь, оно же ремень, оно же не очень-то приятно. И волнение, конечно, за нижнего партнера. Если в репетиции он одевает страховку, то во время представления он ее не одевает. И когда я там стою, я, честно сказать, вот это для меня самый, самый нелюбимый трюк, потому что я очень волнуюсь за партнера. Но ваши партнеры, они ведь не были изначально канатоходцами. Нет, конечно. Проще ли, когда ты с самого детства именно на канате? Конечно, конечно. Потому что у детей же вообще практически страха нет. Да, да. Вы знаете, вот мы репетировали, мы просто все хотели. В манеже бегают, как дети играют, ну и заодно и колесики, и кульбиты. Они просто сами по себе их делаешь, их хочется делать. Вот. А потом, а, на канат. Да, как интересно подняться наверх, папа разрешил, все. Ну, это же игра, понимаете? И ответственности нет, и понятия такого нет, что это опасно. То есть мы идем, мы вот не задумаемся. Ну, мы знаем, что на нас страховка, нас папа держит, и все. А вот мои партнеры, вот, например, Костя, он закончил цирковое училище в Москве. Он пришел работать на канат, ему было 21 год. А Валентин был акробатом. Он никогда не учился в училище, он был акробатом. И вот он пришел в цирк, когда ему было уже 22 года. Конечно, вставать в таком возрасте впервые на канат, ну, во-первых, очень сложно баланс поймать. Конечно, я им передавала то, что меня научил папа, папина школа. Она действительно такая хорошая школа, добрая. Ну, добрая не в прямом смысле, потому что им попадала очень. Вот, добрая, потому что правильная школа, можно сказать, потому что надо терпение, надо силу воли огромную. Но они хотели, они хотели, они научились. Когда ты рождаешься в цирковой семье, у тебя сразу априори нет выбора, что ты пойдешь на другой? Да нет, ну что вы. Или ты просто у самого охота просыпаешься? У меня, например, вот мой сын, Филипп, он говорит, и мы там репетировали, она мама строгая, понимаете, и начинаю репетировать. Он говорит, я не хочу, ну, понимаете, тут как следует, там, пряник и кнут и все. Он говорит, я не хочу в цирке работать. Я говорю, не работай, учись хорошо. Ну вот он и учился хорошо, окончил университет, мировая история, у него историк, он все, он как бы, ну, я его не заставлял. То есть он не хотел, мы пробовали, ну, такое кислое лицо. Он мог ходить по канату, и сейчас он пройдет по канату. Канат, это как велосипед, что вот ты один раз в своей жизни научился, и потом тебе легко к этому вернуться. Да, да. Вы знаете, вот, например, если взять меня, у меня по жизни так получилось, что я не работала много-много лет. И я 17 лет не выходила на манеж и не работала на канате. Но я встала и пошла сразу, потому что я родилась на нем. И, естественно, для меня не просто счастье, я ждала этого момента, этого счастливого момента, чтобы подняться наверх и пойти по своему канату. Вот, для меня это было очень-очень важно. Как надо думать о чем-то определенном тебе или стараться вообще обращать мысли? Нет, я вообще не думаю. Вот, знаете, интересный такой вопрос, потому как, если вот вы меня спросите, о чем я думаю, да ни о чем я не думаю. Наверное, я наслаждаюсь своей работой. Я даже не могу сказать, чтобы я думала о трюке, да, я вот ребятам говорю. Они там, Костя, обдумают свои трюки, как я пришел, как отошел. Я говорю, я никогда не думаю. У меня на автомате. Вот я встала, я пошла. Я должна делать трюк. У меня здесь написано на лбу «надо». Все, надо. Я должна это делать, понимаете? Причем получать удовольствие. Если человек идет на трюк, и он готовится к этому, он, допустим, через тяжело. Вот я иду скорее бы дойти. Нет, надо идти просто и наслаждаться. Это должно быть любимый трюк, любимая работа. Вот я наслаждаюсь, когда я работаю. Я стою, музыка, все, я где-то витаю, наверное, в облаках, потому как я получаю огромное удовольствие от своей работы. Чем зарубежные цирки и зритель отличаются от вот на постсоветском пространстве цирки, которые... Если взять восторг, да, то если мы были в Японии на гастролях, то там приходит очень много детишек маленьких у них, все, еда с собой и так далее, и так далее. Вот, например, ты сделал трюк какой-то, а они так, вот просто, да, они так, вот восторг такой у них, да. Наши кричат браво, скандируют, нас это подогревает очень. Если взять в Америке, да, я четыре года работала в самом большом в мире цирке в американском. Там публика, да, они тоже аплодируют, и бывает, что там и скандируют, да. Да, но по-другому немножко. Они тепло принимают очень тоже, нас принимали очень хорошо, восторг, но наш зритель все равно отличается. Они просто умеют как бы оценить, и у нас публика, ну, нашу публику, можно сказать, не обманешь, я так думаю, потому что они смотрят и эстетику, и красоту, и, конечно, его величество трюк, когда восхищаешь. Я понимаю, что если артист вышел, он может делать какой-то потрясающий трюк, уникальный, но если он его не продаст и не преподнесет, ведь сам артист должен выглядеть настолько достойно в манеже, чтобы, ну, вот зрители восхищались. Я должна восхитить не только трюком, но еще и внешним видом и еще своей манерой, потому что можно хоть что угодно сделать, но если у человека нет вида, и если он не артистичен, потому что сделал трюк, ну, вот комплимент, и ничего он не стоит, понимаете, и все. А другой, может быть, сделал самый простой трюк, ну, вот я скажу, я раньше стояла на пуантах, на полупальцах, на голове, да, ну, сейчас я стою просто на двух ногах, вот первый трюк, и когда я прихожу, я не знаю, я настолько с любовью его делаю, что публика меня аплодирует, иногда кричат на этот трюк «Браво!», а для меня после того, что я делала, это просто, но надо восхищать зрителей, и, конечно, надо себя держать вот в такой форме, чтобы вот не расслабляться, скажем, да, нельзя там думать, что я уже проработала столько лет, а на самом деле я лет-то проработала уже 55, поэтому на самом деле нельзя упускать ничего, а надо держаться и восхищать публику. Какие-то главные качества для артиста, помимо того, что вот вы сказали, должна быть харизма, ты должен всегда выглядеть хорошо, внутренне, какие должны быть качества? Надо, наверное, в первую очередь любить свою работу. Тут какие качества? Я очень люблю цирк, и я очень люблю свой канал, очень-очень. Для меня это жанр самый любимый, самый лучший, и я работала во многих жанрах, и в воздухе я работала, и с мишками приходилось мне работать, и акробатом я работала, но так получалось в цирке, что где-то нужно было какой-то номер, и я могла войти к кому-то, либо сама работать, но все равно остается самым любимым канат. И если бы снова меня бы спросили, что бы я хотела сделать, и кем бы я хотела работать, я скажу вам, я бы хотела работать в цирке, и, конечно, на канате, то есть всегда. Вот, наверное, любовь к своему жанру, любовь к цирку, она, наверное, и движет тем, что я не хочу быть хуже, и не имею права просто быть хуже, чем я была раньше. Независимо, возраст идет, возраст это только для госуслуг, а на манеже я артистка, понимаете? Поэтому я должна быть достойной артисткой, чтобы восхищать, удивлять публику. Ну вот, что я и стараюсь делать, я сама получаю огромное удовольствие. Это главное, если любит человек цирк, он будет добиваться. У вас было огромное количество различных и программ, и шоу, и выступлений. Цирковая все равно какая-то мечта у вас есть, которую вы еще не осуществили? Ох, даже трудно сказать. Вы знаете, наверное, вот чтобы в цирке сказать, чтобы какая-то мечта, да нет, я, наверное, попробовала. Ну вот сейчас, можно сказать, что все, что я делала, мне хочется больше вернуть себя в ту форму. Ну, это, наверное, моя мечта сегодня – встать на полупальцы на канате. Ну, или на пуанты. Ну, что я и делаю, я и репетирую. И вроде бы как бы я уже осуществила много того, что было в планах, мечтах. Вот, вернуться в цирк, встать снова на канат. Но, наверное, хочется творить и творить. Вот мечтаю о том, чтобы подольше работать, подольше, может быть, сделать какой-то еще номер на канате, образ другой. Это же творчество, а творчество – это и есть жизнь. И с этим стремление больше. Вот, наверное, мечта появляется, чтобы что-то еще создать. Вот, конкретно не могу сказать. Мне хочется, чтобы сегодня мои ребята четко себя чувствовали, уверенно и работали. Ну, так прививаю очень. Иногда серьезно. Ваш какой-то, не знаю, жизненный или цирковой девиз? Вот такой девиз у меня всегда, что надо идти вперед. Никогда не останавливаться. У меня много в жизни было моментов, скажем, сложных. Но я знала, что у меня есть слово одно, что мне надо. Я знаю, что мне надо. Мне надо помогать, мне надо делать. Мне надо кому-то прийти на помощь. И это надо. Я этого хочу. Это не просто я делаю через силу, скажем. Да, вот мне надо, я иду. Нет, я хочу помочь, я хочу сделать. И мне это надо. Это надо мне. Вот это слово, оно не просто надо, оно надо мне. Понимаете? И не шаг назад, не надо шаг вперед и два назад. Нет. Все время вперед, двигаться вперед. Потому что жизнь – это движение. И, конечно, как бы не была апатия у людей, как бы не были какие-то сложности, они всегда по жизни у нас у всех есть и по-разному встречаются. Но на самом деле надо просто, наверное, больше оптимистично не притягивать к себе какие-то мысли, наверное, а стараться все-таки думать, что когда-то все будет хорошо. И надо просто жить. Жить просто жить. Любить свою жизнь, любить вокруг всех и быть добрее. И тогда будет просто легко.